Я, честно говоря, и не думал, но Господь так управил, что вечером и у вас оказался. Слава Господу! Я рад! Я представлю себя, потому что с братьями-служителями мы даже не успели познакомиться, только с дверей. Меня зовут брат Карен, я по национальности армянин. 17 лет я уже живу на Украине. Сегодня утром я служил в церкви Назарет. Привет! Господь нас очень сильно благословил там сегодня, и Бог дал сегодня вечером быть у вас. У меня есть очень много свидетельств, о которых можно было рассказывать, но я хочу сегодня поделиться с вами словом. Тема проповеди будет «Надежда, видящая милость». Вы знаете, первый брат говорил о том, что мы проходим испытания, второй рассказывал об обетованиях Господних. Но когда мы переживаем свои испытания, когда мы проходим свои искушения, знаете, каждому из нас интересует то, насколько Бог заинтересован во мне. Вы можете услышать великие чудеса где-то, но в том, в чем вы варитесь, вас интересует, насколько Бог с вами тут, сейчас, когда вы проходите свою гиену. И давайте все вместе прочитаем Псалом 3. И основываясь и разбирая этот Псалом, я буду стараться быстро, потому что времени очень мало. Псалом Давида, когда он бежал от Авесолома сына своего. «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня во святой горы своей, со святой горы своей. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо, Господь, защита моя. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых от Господа спасения над народом Твоим, благословение Твое». Слава Господу! И брат передо мной сказал, что мы должны Библию читать очень внимательно, и я поддерживаю это. Давайте обратим внимание на то, что когда Давид написал этот псалом, Библия говорит, первый стих, что когда он бежал от сына своего Авесолома. Чтобы мы правильно поняли всю ту ситуацию, которая происходила с Давидом, и в том положении, в котором находился Давид, давайте исследуем предшествующее событие перед тем, когда Давид начал бежать от Авесолома, и чем являлось само событие бегства Давида от Авесолома. Библия нам рассказывает, что перед этим произошло некоторые события достаточно печальные. первое, что было доленосным, Давид согрешил. Он увидел женщину, которая понравилась ему, и он взял ее, потом он убил мужа ее чужими руками, отправив на войну, чтобы приобрести эту жену, так как она сделалась беременную. И он хотел как-то это все скрыть, это дело, и было стыдно после, но мы все эту историю знаем. Я не буду повторять. Я верю, что вы читаете Библию. Но когда пришел пророк к нему, вот что сказал пророк ему. Второе царство, 12 глава, с 9 стиха. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию Хитяна ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом, Аманитян. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию Хитяна, чтобы она была тебе женою». Так говорит Господь. «Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». И сказал Давид Нафану. «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду. «И Господь снял с тебя грех твой. Ты не умрешь, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И это все мы знаем, что произошло. После того в семье Давида произошла большая беда, катастрофа, что я называю. Брат изнасиловал сестру. Вы все эту историю помните? И когда Фомарь оплагивала свой позор, свою действенность, Амнон всего лишь получил, знаете, за эту ситуацию написано всего лишь, что Давид сильно разгневался. Давид сильно разгневался. И все. Но Амнон, брат Фомари, Авесолом, брат Фомари, утаил месть в сердце своем. И по прошествии времени, когда он собрал всех сыновей царских, и тогда он сделал заговор и убил Амнона, отомстив за свою сестру, и убежал от лица своего отца. Через некоторое время хитростью Амнон был возвращен в Иерусалим. Авесолом, извиняюсь. И когда Авесолом был возвращен, некоторое время он не мог видеть лица отца, но когда прошло время, он послал гонца к отцу и сказал, зачем ты меня сюда привел, если я не могу лица твоего увидеть. Отец и это разрешил. И после того, Авесолом начал, знаете, народ привлекать к себе, чтобы самому стать на царство и сдвинуть своего отца. Но что это было и почему это происходило? Если вы были внимательны пророчеству, которую сказал пророк Давиду Нафан, в этом пророчестве было сказано о наказании, которое Бог воздвигнет на Давида за то дело, которое он сделал. И все, что происходило, это происходило как наказание. Потому что, когда Авесолом сделал восстание на отца, и отец уже бежал от сына своего, чтобы сделаться ненавистным своему отцу, Авесолом исполнил пророчество, данное через пророка. Он поставил 10 шатров, вел жен отца своего и вошел каждый из них, чтобы сделать ненавистным отца. Давайте теперь поймем ситуацию. Давид бежит. Он четко, реально понимает, что он несет наказание. И мы с вами часто, знаете, я с одной сестрой, она говорит, свои испытания, когда прохожу, мне так хотелось бы видеть ангела, хотя бы он через окно вошел. И я бы укрепилась бы, чтобы я что-то видела, ощутила, и я могла быть стойкой. Но есть вещи, которые мы упускаем со своей жизни. Есть вещи, о которых даже иногда мы молимся, но когда мы уже достигли и получили, они просто теряют ценность. Они уже не настолько чудесны для нас. И когда я посмотрел на Давида, который, находясь в таких ситуациях, вы представляете, оставил престол, оставил жен и просто пустился в бегство и бежит и понимает, что он несет Божье наказание за грех свой. И он говорит, ему говорят люди, что, и он цитирует эти слова, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Ничего не видно. И за что можно было бы держаться? Как держаться, как устоять, когда ты проходишь свою гиену, и тебе хотелось бы ангела действительно, который бы вывел тебя, которого бы ты увидел и бы укрепился. Но мне всегда нравится этот человек. Знаете почему? Он знал своего Бога. Он упал, но он знал Бога. Он когда был внизу, он Бога славил. И когда поднялся на царство, он сказал, во славе своей я буду славить тебя. И меня удивляет то, что за что ухватился Давид. Он сказал, вы говорите, нет мне спасения? Вы говорите, потому что я несу наказание, давайте я вам приведу аргумент, чтобы вы поняли, что Бог все-таки со мной. Потому что истинная надежда имеет такой характер. Он всегда видит милость и опору. И вот Давид говорит, единственный аргумент, за что он может держаться в своем наказании, он говорит, ложусь я, сплю и стою, ибо Господь защищает меня. Слава Богу! Я когда это понял, я сейчас каждое утро просыпаюсь, и когда утро открылось, я говорю, Господь, я тебя благодарю. Потому что я лег спать, я спал, я проснулся, потому что ты меня защищал. Сколько раз мы ухватываемся за такие вещи и говорим, Бог, со мной, подожди. Да, я прохожу гиену, да, мне тяжело, да, у меня трудности, но подожди, я проснулся. Сколько раз мы оцениваем то, что называется, знаете, мы сегодня, мы сегодня упустили, и это кажется нам мелочью, но Библия говорит, что Бога можно познать через рассматривание творений. И казалось бы, и самое главное, то, что нас так интересует, что мы интересуемся вот в данный час, насколько Бог лично со мной, когда утром просыпаетесь, просто будьте уверены, потому что Библия говорит, что каждое утро милость его обновляется. Слава Господу! Знаете, Господь обращался израильскому народу, и Он говорил такие слова, Исаии 40 глава с 25 стиха. Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, ты, Яков, и выказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его не следим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, и надеющиеся на Господа обновляться в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Слава Господу! И я тут хотел, знаете, чуть-чуть исправить наше понимание о милости. Мы привыкли воспринимать милость, и мы так молимся, я не знаю, почему, может, потому что мы не настолько глубже черпаем, мы привыкли, когда мы начинаем просить у Бога милости, что Богу станет нам жалко. Я не раз молился, говорю, Господь, мне страшно туда, куда ты ведешь меня, но проведи мимо, и я уверен, вы не раз просили, чтобы испытания обошли мимо, но все происходило как раз через. И мы думали, что милость это когда Бог сжалится над нами, ему станет жалко, и он скажет, я отменяю все, ты больше не пройдешь это. Но Библия показывает другую картину. Бог говорит, я не собираюсь себя провести испытания возле тебя, я собираюсь себя провести через, милость же является то, что я укреплю тебя, я подниму тебя, усилю тебя, и ты пройдешь. Слава Богу. Вот это есть милость, а не то, что Богу станет жалко. И Бог в определенном смысле делает работу, проводя нас. И Израиль говорит, и мы всегда спрашиваем, и Бог говорит, я вывожу звезды, посмотри на небо. Израиль говорит, путь мой закрыт. вы попадаете в испытание, и вам кажется, посмотреть на небо, звезды стоят. Какое же вам дело до звезд? Когда вам нужно разрешение своих проблем тут и сейчас. Бог говорит, Израиль говорит, сокрыта путь мой. Я вам чуть-чуть, буквально в двух словах, скажу, какая разница, когда Бог говорит, я вывожу звезды. Звезды сотни миллиардов. И Библия говорит, что Он по имени называет каждую звезду. Расстояние только в нашей галактике самых близких звезд, самых близких, 300 тысяч световых, миллион световых километров, чтобы добираться. Это вы должны ехать 300 тысяч километров в секунду, и за миллионы лет вы доберетесь с одной звезды в другую. Я хочу, чтобы вы увидели сегодня величие нашего Бога. Библия говорит, что это расстояние Бог меряет пядью. Вы представляете, какой Он великий? И мы говорим, а как насчет меня? Ладно, со звездами? Однажды я пришел в церковь, у меня была возможность, я являюсь служителем церкви, я ничего не сказал об этом, я являюсь пастором церкви, я приехал, открыл дверь, и никого нет, у меня есть возможность молиться, но у меня столько проблем, знаете, и на душе, такая горечь, такая борьба, ты борься со всем этим, и вы знаете, я сказал, Господи, я встал на молитву, никого нет, еще час до служения, я один, я могу молиться, я начал молиться, я сказал, Господь, я принимаю сегодня решение принципиально, у меня столько нужно, но ни за что я просить не буду, вообще ничего просить не буду, потому что ты сказал, что прежде нашего прошения ты уже знаешь, вот что я буду делать, это я буду славословить тебя, я просто буду поклоняться, я просто буду славить тебя, и все, и когда я славил Господа, я поклонялся Богу, и молился, и Господь, Дух Святой, перевел мою молитву на языках, я сказал, и там были такие слова, Господь царствует на престоле своем, и я сказал, Боже, а при чем то, что ты царствуешь на престоле, и то, что я гиену свою прохожу, и мне нужно укрепиться, и Господь ответил мне, Дух Святой сказал мне, я настолько заинтересован в тебе, что даже число волос твоих я знаю, количество их знаю, так что царство мое непоколебимо, и с тобою все будет хорошо, слава Господу, я хочу, чтобы мы сегодня укрепились вместе с вами, время, когда очень часто нас шатает, падает, кидает людей, кого в суету, в кого еще что-нибудь, время, когда народу Божьему нужно научиться устоять, время, когда атакует дьявол со всех сторон, мы хоть и не гонимы сегодня, но мы сегодня искушаемы свободой, есть в этом огромное количество знаете, испытаний для каждой из нас, я смотрю, тут очень много молодежи, и вы об этом знаете, Бог меня использует для молодежи, я часто встречаюсь с ними, которые приходя в весь путь, они просто плачут и жалуются о том, что они с некоторых сайтов в интернете просто не могут вылазить, это беда, это искушение и испытание сегодняшней свободой, в чем тоже нужно устоять, да поможет Бог каждому из нас, друзья, да даст Господь силу, чтобы всегда мы могли увидеть милость Божью, даже не в проявлении ангелов, но когда вы утром просыпаетесь, чтобы вы поняли, я лег спать вечером, я уснул, спал и проснулся, всего лишь потому, что Он хранит меня, слава Господу, у меня есть желание, чтобы мы все вместе с вами стали на ноги и поблагодарили Господа, давайте прославим Его,